ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, амигос! Частенько просят пильнуть видео про Ариету и желательно в 2015 году это сделать. Что удивительно, зачем кому-то смотреть видео про Ариету? Этот танк нагибает сам, даже делать ничего не надо, кнопку в бой нажимаете и идете пить кофе. За это время, когда вы вернете, танк уже вздрючит всю команду и приведет вам бабла опыта и медалей в два ведра. Ну, серьезно, танк просто им будет. Это не только лучший танк на своем левеле, на данный момент это, наверное, лучший танк игры. Почему? Потому что, ну, каждый танк в сухом остатке это собрание его сильных и слабых сторон. Так вот, у Ариеты слабых сторон на данный момент нет вообще. Нет, ну, если к словам придираться, то слабая сторона это его жопа и задние борта, которые не прикрыты этими богатырскими экранами. Просто посмотрите на эти экраны, это же просто жопа, это экраны, это экранища просто, экранищища. Там у Абрамса девятого левела экранчики какие-то гейские по сравнению с вот этими экранами. Они просто невероятно, даже я не знаю, но это просто, это, блин, у меня даже слов нет, когда я их увидел, я думал, что это прикол такой. Пушка одна из самых сильнейших на своем левеле. Ну, естественно, она проигрывает по пробитию и дамагу пушки Т-90, потому что монополия на самые крутые пушки здесь в этой игре именно у Т-ветки. Но у них, собственно, отсутствует монополия на непробиваемый нижний лист до поры до времени. Вот, у Ариеты, ну, чуть-чуть пробой хуже, да, там, на сколько, на 6 миллиметров. Дамаг существенно пониже, да, но зато, поставив оборудование на перезарядку, я получил скорость перезарядки 6 секунд. 6,09, ну, понятно, там, взял 6, кто эти 0,9 высечные, да, ну, естественно, пришлось поставить в Уропаева. Вот, экипаж у меня с одним перком, но перки я взял самые основные, и тут во вторичных что придется поставить? Максимальную точность, я думаю, здесь криты по оборудованию, возможно, ну, или там варианты. Ну, и скорость поворота, естественно, да, чтобы танк было сложнее закрутить. Оборудование на разгон не работает, как кто-то написал в комментах, я проверил, действительно не работает. Просто до этого момента мне было по барабану оборудование на разгон, у меня не на каждый танк он не ставится. Вот, а сейчас я до стингера и дошел, посмотрел, что да, не работает. Поэтому ставьте что-нибудь на вращение башни, да, чтобы, опять-таки, вас было сложнее закрутить, коли уж до этого дойдет. Хотя закрутят все равно, но шанс просто выстоять будет у вас немножечко больше. Ну, одно единственное все-таки уязвимое и слабое место у этого танка есть. Есть способ пробить его в лоб, это то самое место, которое я называю форточкой, вот оно на башне. Но зачетная зона там очень маленькая, то есть надо прям очень хорошо туда попасть из пушки с очень хорошим пробоем. В идеале прям в упор, иначе дамаг будет не полный, а то и просто критом оптики отделаетесь. В общем, надо выцеливать, и очень точно. Во всем остальном же этот макароник доминирует над своими конкурентами. Хотя еще вчера я спал и видел, что, объективно, лучшим танком окажется, скорее всего, немецкий, да, потому что ветка леопардов очень такая мощная. Вообще в мире там спорят, чьи танки лучше, российские там или американские. А в игре, на деле, лучше всех итальянский танк. Обалдеть. Кто бы мог подумать, что тут, кстати, о нем пишут. ОБТ создавался итальянскими конструкторами, как замена американскому М60А1. Вот поменяли, так поменяли. Ядрить, кодолтить. С 95 по 2002 год было выпущено 200 танков. Поскольку машина произойдет с исключительно до вооруженных сил Италии, она принимала участие лишь в боевых действиях на Ближнем Востоке. Мне кажется, что в 200 таких танков, да, если судить, по игре можно было мир захватить. А, вот. Да нет, конечно. Мне там некоторые пишут, зачем ты сравниваешь реальные танки с игровыми. Блядь, да в этом и прикол, чтобы их сравнивать. Зачем ты сравниваешь игровые танки, игровые? Бля, вот есть же нудные люди. Зачем ты сравниваешь улитку и, блядь, и картошку? Зачем ты сравниваешь это и это? Нахуй, давайте вообще ничего сравнивать не будем. Будем так, зашли, блядь. Вот в игре у нас танчик, нахуй. Открыли Википедию, почитали там, блядь, рассказали, что-то там про ней. Все, понеслась бои. Надо давать почву для юмора, для размышлений, для чего-то, понимаете? Вот. Вот, например, почему Т-90 в резиновые борта не пробивают усовершенствованные гранатометы, как на этом уверены из НТВ. Расскажите итальянцам секрет волшебных резинок, что они вот это вот сюда лепят. Вот, понимаете? Надеюсь, что да. Все, ладно, давай, понеслась. Бои, бои. В общем-то, что тут об этом танке рассказывать? Он просто, он просто лучший. УВН есть, броня есть, дамаг есть, скорострельность есть, точность охрененная. Ну, единственное, что время прицеливания можно было и поменьше сделать, поставив какое-нибудь оборудование на сведение. Второе. Но я лучше перезаряжусь, потому что этот танк, ну, ближнего боя, серьезно, он едет и просто очень ближнего боя. Он такого ближнего боя, что можно подъехать и стволом кого-нибудь до смерти забить. Так. Спрашивают, как оплот. Где? Я даже в списке устоялся. Вот тролль. Значит, ну, горячий песок. Карта, которую я не очень люблю, но на риете я люблю все карты. Я вообще все люблю. Весь мир люблю на риете. Сейчас поеду кого-нибудь и вылюблю. Странно, что риет так мало в игре, потому что, ну, серьезно. Кому нужен Т-90, если есть риет? Знаете, танки, условно говоря, делятся на две категории, вот, в игре, по крайней мере. Одни пробиваются в лобовую проекцию, другие нет. Риета не пробивается, Т-90 пробивается. О чем тут уже говорить, какой из этих танков лучше? То есть... Так. Сейчас, сейчас. Сейчас доеду. Если, говорит, о динамике, да, наверное, многие из вас подумали, ну, если этот танк так хорош, наверное, он, сука, едет как... Ездит как асфальтовый каток, нихрена подобного. Очень быстро, очень бодро. Разгоняется, по крайней мере. Да, может, максимально... Да, он, может, по динамике чуть-чуть проигрывает своим собратьям по уровню, но, блин, во всем остальном-то он их дырюкает уверенно. Ну и что? Кто хочет со мной один на один? Таким толстым, кажется, этот танк из-за этих экранов. Экраны-то не бьются, но высовываться опасно, потому что есть... Есть такие щели, куда вот... В носу, в частности, вот этот треугольник. Туда снаряды, как я понимаю, заходят с дамагом. Я не сам стрелял, я туда огребал уже, когда попытался так высунуться. Вот, смотрите. Не успел, не успел. Нет эффекта. Не знаю, почему сейчас тут нет эффекта, на самом деле. О! Вон с эффектом зато по Вариору, который там на горизонте что-то маячит, и остался он с шансом на реванш. Ну и 90-й, что он 90-й? Он будет ждать теперь, да, когда я... Если высовываться на него, то под углом. Херак, вот так вот. Сейчас, сведение, долгое-долгое, опять нет эффекта. Везучий же, везучий человек, но все мы знаем, что 90-й отлично бьется еще и вот сюда. Еще не то, что отлично, но еще и с бонусом сюда бьется. Вот, поэтому к 90-му не стесняйтесь, залезайте в клинч и херачьте его в этот люк. Думаю, заделают его примерно в районе никогда. Вот. Многие спрашивают, а когда же наши танки будут нагибать? Вот, в люк, пожалуйста, 80-й получил. Да наши танки не будут нагибать, пока вы на них играете, вы понимаете? Я не говорю про то, что руки большинства кривые. Я говорю о том, что, ну, слишком огромный онлайн на советской ветке. Нахрен столько не нужны российские, блин, что я советское их называю? Не нужно столько игроков на Т-90 игре, и на Т-80 не нужно, и на Т-72. Вот будет вас мало, тогда будут танки нормальные, чтобы на них хоть кто-то стал играть. А так видите, как мало Ариет в бою, потому что это... В миру они не популярны, в игре они внезапно нагибают, но не все про это прохавали. Я, кстати, не знаю, почему у меня столько фугасов с собой. Зачем я вожу 18 фугасов? Господи, зачем? А, потому что, чё, я к девяткам часто попадал. Ну вот, единственное, кто может дать по шапке, это, естественно, Артопаладин, которая, наконец-то, прохавала ситуацию, решила дать мне плюху. Она и моды критует, и дамаг наносит. Чё у нас тут такое... Такое собрание, по какому поводу? Чё, водка по талонам, что ли? Давайте, ёпта, шевелите сами... Я боюсь, борт, блядь, подставить. Вы мне, сука, уехать даже не даёте. Вы тут встали два... Ой, блядь. Это просто вообще... Мы стоим и будем ёрзать, типа, чё-то мы тут это, типа, рамбуем вдвоём стоят. Рамбуем сегодня, мы с тобой рамбуем. Я охреневая вообще. Взяли, объехали, пошли его, разобрали вдвоём. Хули вы там танцуете, стоите, блядь, пританцовываете. Какой нахер смысл-то? В чём? Клинчуем 90-го, заправляем ему ствол под башню. Не херачим. Не знаю, куда он сейчас меня пробил. Видимо, в форточку всё-таки дамаг зашёл. Но он в упор, наверное, ствол туда просунул сквозь текстуры и выстрелил. Я думаю, дело в этом. О, 90-е, собираемся только сейчас куда-то поехали. Вот вражеская арьета получила. В экран пробилась, кстати. Что странно. Пиу! Это что был за выстрел такой? Ну-ка. А, да, пробивается она, смотрите-ка, в это зеркальце. Но туда ещё надо попасть ровно по центру и вообще попасть в принципе надо. Естественно, ввиду того, что команда ни хрена никогда никого ещё ни разу не прикрыла в этой игре, я сейчас сдох. Но даже при этом, играя абсолютно на ставьте меня в покое, наконец, а я накидал 4600 дамага. Вот, пожалуйста. Так, ну что, вечная мерзота теперь, да? Ну, на редьке. Где бы тут смело-смело храбро-храбро нагнуть на риете? Где бы слился любой другой танк наверное этого уровня? Я думаю, что надо нулевую линию продавить вообще в наглую, просто поехать и продать. Мне нравится именно играть на риете не на результат, а испытывать его на прочность. Устариваем такие краш-тесты, загонять его в какие-то вообще места, где на другом УБТ я бы сдох, да я бы туда и не поехал. А на риете именно туда, туда его пихаешь, просто заткнуть дырку на любом фланге, просто риета универсальная, затычка ставишь, и всё, это настоящий геморрой для противника, если риета крутит башни и прячет свою форточку. Всё, это имба. Это имба. И при этом этому танку ну нерфить, а что ему нерфить? Скорострельность только если вся. Дыра уязвимая у него в принципе есть. То, что туда не все попасть могут правильно под нужным углом, ну а чё, а кто его там виноват-то? Ну то есть, такие вопросы, это впереди, кажется, ариетка без экранов, но это не страшно, экраны ариети в принципе не нужны. Я показывал в конце видео про Т-90 свой самый первый бой на стоковой ариети. Сколько я там дамага привёз, не знаю. Но сейчас у меня уже 5 боёв на стоковой ариети, и средний дамаг на них 3 900. Всё, давлю первую линию, как и собирался. Посмотрим, что они будут делать. Давим, чуваки, давим! А вот уже их борта пошли. Ну сейчас арта правда начнёт по мне наверное накидывать. Когда прохавает всю тяжёлость, всю тяжесть своего положения. Оп! Оп! Сведение нормально. Опа! Пробили всё-таки, причём под углом куда-то, слушайте. Что-то я даже не понял, куда снаряд сейчас угодил. С дамагом. Арта у них всё отчалила. Но, да, и причём 90 пробил. Ну, 90-го что у него, пробитие аномальное, он и экраны пробивает в принципе. Эти экраны, они, я даже не знаю, они всё-таки по-прежнему остаются защитой от кумулятивов по большей части. Или от каких-то мелких орудий, мелкого калибра. Пушку 90-го мелким калибром, ну никак. Хотя вот может быть у Абрамса или у Леопарда пробития окажется недостаточно, чтобы пробивать эти экраны. Я думаю, что кому-то надо было бы посвятить вот там эту горочку, потому что оттуда летят снаряды. И вот эта Ариета, у которой там в жизни осталось на один раз в неё пукнуть, её разобрали именно оттуда. Ну не хватает, конечно, перка на максимальную точность, да, здесь вот в данном моменте, чтобы стрелять с таких космических расстояний, перестреливаться. Сколько там 20% максимальной точности, это вообще-то серьёзно. но с другой стороны и они в это окно хрен, когда попадут. Активировался перк Воропаева, сразу херак, 5 секунд перезарядка стала. О! Пазик очнулся. Ну что, Арта его доработает? Доработал. Нет, его Абрамс доработал. Жаль, очень жаль, что он не встал бортом, но теперь, в принципе, я думаю, что можно поджать. Нет, всё-таки нельзя. Поджать к городу я хотел. 90 куда-то пробил на 700 дамага. Да, Леопард тоже очень хреново пробивается в лоб, надо замесить, в честь и ради. Но его у меня просто в ангаре нет, я на нём ещё не ездил. Хотя сейчас вот этот Леопард был почему-то имел зелёную метку. А, ну там бортами ездят, потому что вот сейчас кто-то бахнул на 200 дамага с неполным пробитием. Может, это был фугас, может, просто куда-то попал в странное место с частичным дамагом. Так, вот впереди ещё один 90. Вот что значит, внезапно выйти сбоку на врага во фланг. У 90-го тоже надо сказать, что хоть нижний лист и бьётся, но там очень узкая полоска. Издалека туда сложно, но возможно. Они тоже пытаются мне в нижний лист в ответ накидывать. Не знаю, зачем. Видимо, рассчитывая на рандомный дамаг, на рандомное пробитие, то есть которое плюс-минус 20 процентов или сколько оно тут в этой игре, я не знаю. В картохе вроде речь шла о 20-ке, здесь, возможно, чуть поменьше. Скорострельность тут полностью должна быть на моей стороне. Попадание. Противник бездвижен зачем-то. О, это фугас был. Я даже видел, как он летит и светится. Цель бездвижен. Может, фугасами его допинать, а? Ой. Да. Куда-то снаряд вообще вниз улетел. Ну, давай фугасом посмотрим. 99, отлично. Да, в жопу. 60 дамага, что за урон такой. Это последний, вообще, последний танк этого боя. Получи. Отжал последний фланг. что, опять 4000 дамага, да, при этом бой был какой-то, ну, маразматический просто. Куда-то залез в какую-то нулевую линию, там, с двух сторон стали стрелять, арта накидывать, ариета жива. Вот так вот. Так. Аэродром. Я про себя эту карту всегда называю аэродром. Вот. И многие называют аэродром. На самом деле называется воздушная тревога. Я помнил, конечно же, я сейчас тап нажал для того, чтобы посмотреть, хотя, конечно, если бы она называлась официально аэродром, всем было бы намного проще. Так, и, 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 а, и экран загрузки поменять, а то я его с тихой рекой постоянно путаю. Я, пожалуй, возьму на рейте сейчас как бахну по центру. Вот, визеля только отсюда пихну, а то вот эта мандаошка что-то здесь маячит, вообще не в тему. Вот, ни на одном ОБТ я, естественно, никогда здесь не езжу по центру, да, чтобы там я видео не показывал. На легком танке, на БМДшке, БМПшке, это да, не вопрос, возможно. На ОБТ, ну, только за смертью сюда ехать, да, но рейте это, сука, волшебное ОБТ. На нем ездить можно там куда, ни на чем другом никогда бы я не поехал. Вот херак, я уже приехал, 90-е уже выхватил. Там еще кто-то был? Сейчас 90-е, о, 80-ка решила поддержать мой ОЛОЛО атака, 90-е стоит на гуслях, 90-е арта его подгуслила, смотрите, 90-е получает, продолжает получать, вот этот грузовик надо отсюда нейтрализовать. Так, так, уйди, уйди, 80-й, ну, а, хорошо заходит, да, да, урон, урон, я снял два модуля на урон с этого пресс-аккаунта, 10% дамага себе срезал, да, так бы у меня был почти 600 урон у снаряда, вот, теперь по 500 вылетает, но зато стрельба стала у меня на полторы секунды скоростнее, что, на мой взгляд, довольно неплохой обмен, потому что скорострельность, ну, всегда тот параметр, который все стараются налупить себе, ну, это инстинкт картошки, да, при любых возможностях, в первую очередь, повышая скорострельность, вот, поэтому там первым делом на танк стоял досылатель, а уж потом все остальное, здесь игра намного хитрее, здесь имеет смысл и перки экипажа повышать иногда, да, если у вас воропаев танкси, допустим, таким образом вы повысите себе и скорострельность, и все, чего хотите, тем более, что у Ариетты есть две универсальные ячейки, да, универсальное оборудование, то есть, и можно пробовать различные варианты, это я просто первый попавшийся поставил, что в голову пришло, когда решил разогнать ей скорострельность, а так можно поставить оборудование, которое повышает как бы умение экипажа, ну, можно пробовать различные варианты, я лично этим займусь, но попозже, сейчас Ариетта, в принципе, гнет и так, достаточно мощно, а, уже два минус, фланг продавил ли, в общем-то, ну, не буду кричать, что моими заслугами, ну, а кто, собственно, так смело поехал их высвечивать, здесь еще одна Ариетта едет, вполне себе смелую атаку, ну, Ариетта, вот они должны так играть, должны переть просто, переть вперед и переть врагов, смотрите, все сюда переехали, вот Чентарик мне не нравится, что сюда выцеливает, заберу-ка я, пожалуй, Абрамса, ой, блеть, кого там за 90, нашу броню пробили, ну, не мудрено, так, упор-то прицелить, а, нижний лист задирается на кочке, да, на изломе лучше не стоять, конечно, но я уже просто вижу, что я 4 400 накидал, ай да, ай досадно, 5 000 дамага накидал, просто заходите в игру, кладете кирпич на педаль газа, как я уже где-то использовал это удачное выражение, и просто едете одной рукой, не знаю, там, макароны на вилку накручиваете, или там, сахар в чай размешиваете, ну, как вариант, и от другой рукой просто мышкой водите по экрану и жмете на выстрел, то есть, вот, игра на Ариете, мне нравится, не знаю, как вам, то есть, прокачивать Ариету, блять, что это был за выстрел сейчас, мне кажется, что если я посмотрю это на замедленном повторе, мы увидим, что снаряд летит далеко за пределы круга потенциального разброса, и это полный отстой, в принципе, чё там, я поеду за ЛТшками гоняться, нахрен, мне обосрались, это для миньонов, я пойду гордо встану на захват, всё, в общем-то, на этом видос можно заканчивать, я специально не стал показывать эти результаты после боя, потому что, ну, это не премиум танк, какая разница, сколько он денег получает, какая разница, сколько другие люди накидали, просто поверьте на слово, что Ариета сейчас, это лучший ОБТ 8 левела, по крайней мере, а может быть, по соотношению минус и плюс, это и лучший танк в игре, ещё раз повторяю, бросайте нахрен советскую ветку, берите итальянскую Ариетку, я опять сказал советскую, да, блин, какой я отстойный, всё, в общем, на этом бодрый видос про Ариету закончен, всех с наступающим праздником, что-нибудь ожмите, что-нибудь пишите, а сегодня ещё, возможно, будет вечером стрим, если у меня голова отляжет, а то что-то побаливается, ну, с бодуна, конечно, как многие подумали, именно так, даже не буду спорить, всё, пишите, жмите. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,